Аминь 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 Просвятый Бог Аминь Аминь Сидящий на престоле властели Аминь Аминь Слава Тебе, Господь мой всемогущим Слава Тебе, Великий Бог Я пою Тебе, всем сердцем Бог Мой всемогущим Слава Тебе, мой Бог Аминь 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 Я пою Тебе, всем сердцем Бог Мой всемогущим Слава Тебе, Великий Бог Слава Тебе, Великий Бог Аминь Я пою Тебе, всем сердцем Бог И, на самом деле хочется чтобы был, праздник праздникhas Который человеческая душа могла насладиться и прибыть в мире, в покое И этот праздник, знаете, это не то, когда люди могут собираться и что-то очень вкусное приготовить, покушать. Это не то, когда человек может по воде где-то посидеть и отдохнуть. Но праздник для души — это то, когда человек входит в общение с Богом живым, когда он может прийти именно в то присутствие Божие, в ту милость Его, в тот покой, и когда может ощутить именно как близок Господь. Он далеко от каждого из нас, но мы порой далеко от Него отходим сами. И очень прекрасно, что Он не убирает от нас руку свою до конца, но Он даёт именно прочувствовать где-то тоску, где-то боль, где-то именно такую нужду в Боге, чтобы могли вознуждаться и употребить какое-то усилие своё для того, чтобы вновь войти в общение с Богом живым. Знаете, когда Священное Писание говорит о таких вещах, что в день Пятидесятницы там, в Иерусалиме, когда было сошествие Духа Святого, было очень много народу. Это был праздник. И там были иудеи из разных мест, и про них так написано, что это были люди набожные. Из разных мест, и из Рима, и из Асии, и из многих именно стран люди пришли. В этот день Пятидесятницы это были иудеи. Но они как-то особо отличались от тех иудеев, которые жили в этих странах. Про них, говорится, они набожные. Они пришли на поклонение в этот праздник, чтобы войти в служение Богу. И им посчастливилось увидеть и созерцать то, что не могло войти именно в ум их. Они не могли осмыслить и понять, что это такое происходит. Когда они, будучи иудеи, понимая тот язык, на котором говорят в Иерусалиме, и зная тот язык той страны, из которой пришли, они говорят, мы их слышим каждой своим наречием. Это было что-то такое удивительное, и они не могли осознать и понять, что это такое. И знаете, кто-то из них сделал вывод, они пьяны, напились они сладкого вина. Потому что это единственное необъяснимое, можно объяснить только тем, что люди вошли в какое-то безумие от того, что пьяны. Но Священное Писание говорит о том присутствии Божьем, о котором мечтали многие. Когда мы читаем «Бытие», в последнее время вот так вот часто слышим эти места Священного Писания про Адама, про Еву, про то, как было обольщение и сокрешение. И знаете, там есть такие слова, которые обращены именно с тем, когда Бог спрашивает каждого из них за то, что они сделали. Знаете, и в том, когда Бог спрашивал, вот, может быть, наверное, надо было у мужа спросить за жену и за вода какого-то змея, но почему-то, знаете, у мужа Он спросил за мужа, говоря именно за то, что ты послушал голоса жены, ты. У жены Он спросил за жену, так как ты сделал это. И было то, что человек первый в лице Адама и Евы, он принял на себя определенное Божие, от Бога такое повеление, постановление, которое не было благословением. Оно было определенным, знаете, тяжелой ношью, которую они должны были принять во всей будущей жизни своей. Когда Адам будет трудиться и будет именно в поте лица, а эта земля, она будет произвращать не то, что бы Он хотел. Для жены было сказано именно то, что определенные муки у нее будут и определенная зависимость от мужа. И змею было что-то сказано. Но, знаете, в этих словах было от Бога положено и положено вражду между семенем твоим и семенем ее. Такое ощущение, что от Бога именно исходит определенное то, что Он войну, вражду какую-то вкладывает между будущим, вот так вот то, что будет у жены с детьми ее, что будет у них определенная вражда и битва. Знаете, и мы видим, сколько вражды, воин и различных именно препятствий жизни человека. Но я бы хотел, чтобы вы помыслили не о вражде человека с человеком, не о вражде народа с народом, но мы помыслили об иной вражде, которая положена от Бога, как, знаете, определенное различие, как определенное для человека то, что Он в чем должен стоять. Знаете, вражда к змею, и он будет поражать то семя жены, будет поражать в голову. Знаете, никак иначе, но именно в голову. Потому что мы понимаем, представляем при собою змея по плоти, это змей. Если его за хвост или где-то посередине ударишь, прочее, пока голова жива, она может жалить. Она может жалить больно до смерти. Поэтому поражать положено от Бога в голову. Знаете, но от Бога то благословение, когда будущему семей жены, семей не жены, знаете, Он будет поражать тебя за пят, за пяту. Знаете, такое ощущение, а почему он змей не может укусить выше? Ведь он, мы знаем, знаете, кто встречался с змеями, он может себе представить, змеи когда кидываются, и знаете, если человек невысокого роста, это может и за руку, и в тело, может в ногу, не обязательно за пяту, он куда попадет, туда и ужалит змей. А если человек лежит? Лежащего человека может змею укусить любую, вот так вот, часть тела, не обязательно в пяту ему целиться. Знаете, но Священное Писание говорит об определенной той вражде, духовной, которая в будущем поколениях людей будет. Мы всегда читаем это место в Священном Писании и принимаем для себя Господи. Это про Сына Божия. И про то поражение. Но мы не видим, не видим поражения, знаете, такого на теле Христа, которое было от лукавого, было только в пяту. Там было то, что написано в Священном Писании. Знаете, здесь определенная такая, на будущее, когда Бог предрекает и говорит, что эта вражда, эта битва, она будет постоянная. И если это слово уложить именно и говорить себе, что это про Сына Божия, да, и Он поразил, поразил лукавого, и Он победил, потому что Он именно победил. Там, на Голгофском кресте, тот грех, то беззаконие, те немощи, то именно, что человек, с чем не может справиться, все, Он телом Своим вознес на древо, Он все победил. И даже когда князь мира к Нему приближался, Он ничего не имел, чтобы преподнести, за что-то ужали Христа. И то поражение, которое было к Христу обращено, это было, знаете, лже-свидетели, это было неправильное обвинение, это было из зависти, но во Христе люди ничего не нашли. И тот Пилат, который его судил, которому отдали его на суд, он умывал руки, премьеродом, и говорит, не нахожу вины. Знаете, на Священное Писание говорит определенное вражде, вражде в тех поколениях людей, которое будет. И знаете, особо почему-то это говорится жене, жене, наверное, как матери, жене, как тому, которая несет ответственность за своих детей, жене, как той, которая будет приносить много боли и страданий из-за детей своих. Мы читаем Священное Писание, не знаем, почему, про Марию, и так как Богу было сказано, оружие пройдет в душу твою. Знаете, что-то такое в сердце матери, в сердце жены именно проложено в духе, в Боге, о том, что это битва с лукавым, это битва с грехом. В этой битве каждый стоит на своем месте. Каждый отвечает именно за то, чтобы служить Богу, искать Его. И знаете, Священное Писание говорит для нас, «Если бы нас оставить в этой вражде, нас, людей, с лукавым наедине, то мало бы у кого хватило веры. Такой на Бога, которую бы Он смог найти внутри и собственным чем-то силами или верою противостать лукавым и победить. Адам и Ева, они были тем образом Божьим. И у них была та сила от Бога, и тот образ, и то подобие, которым они могли противостать всякому слову. И Адам мог противостать и не послушать слова жены, слов ее. Но он послушал ее. У них было все, чтобы противостать, но они не устояли. И знаете, у Бога был план спасения. План спасения для людей. Сам человек здесь на земле не может справиться со своими грехами. Не может тот сам по себе справиться со своими немощами. Это вражда, которая положена от Бога в самом начале сотворения человека, после его согрешения положена вражда. Это битва с тем, чтобы человек в этой битве, он, понимая и зная грань, понимая, что такое зло, он мог противостать этому злу. Но в этой вражде человек сам справиться не может. Знаете, сегодня уже братья говорили эти прекрасные слова священного Писания, когда Иисус произносил то лучшее для человека, лучше, чтобы я ушел. Что может быть лучше, чем присутствие и быть с Богом рядом? Что может быть лучше? Иисус говорит, лучше, чтобы я ушел. Знаете, наверное, если вот так вот помыслить, пофантазировать, мы понимаем, что Христу дана была власть, Он мог этой жизни и смерти, Он обладал этой властью, но Он был в человеческой плоти. И если сфантазировать другой путь, другой жизнь Иисуса здесь на земле, Он бы умер, как обычные люди, потому что Он родился, как обычный человек, был юношей, был ребенком, был отроком, возрастал, учился, познавал, был в послушании, знаете, общался со священником, потом вырос, настало время именно Его служению. И если бы это все вот так вот продолжилось, то настало бы рано или поздно для всех людей смерть. Но у Него была иная жизнь, иная судьба, иная воля была предначеркана от Отца Небесного, чтобы умереть, умереть не за себя, а умереть за нас. И чтобы в этой вражде, которая положена между семенем ее и семенем его лукавым, знаете, чтобы в этой вражде была помощь человеку. И для человека лучше, чтобы он пришел в Дух Святой. Знаете, очень много людей, которые почитают Бога, очень много людей набожных, которые говорят о Боге и знают много, которые, знаете, праздники различные совершают. Иногда мы встречаемся с людьми, и вот так вот вышел в огород, говорят, сегодня Пасха или сегодня какой-то праздник, нельзя выходить, что ты делаешь, это грех страшный. Знаете, набожные люди. Священное Писание говорит о иной категории людей, которые не выше, не лучше, они просто счастливее, они просто блаженее, потому что в той вражде, которая положена с самого начала, они оказались счастливы, что Бог их нашел и избрал, чтобы помочь им в этой вражде и дать им утешителя. Знаете, утешителем быть мало кто из людей может. Знаете, для мужа жена может быть утешителем, но это прописано еще на Писании и наоборот. Дети, они всегда могут прийти к родителям и поплакаться, знаете, вот так вот отцу или матери или что-то рассказать. Иногда бывают понятыми. Иногда им кажется, что они не поняты, потому что то наставление, которое дается им, оно дается на будущее. Знаете, но есть иной утешитель, который тот, который от Господа послан в тот храм, которым каждый из нас наречен. Мы становились, стали однажды храмом Бога Живого. И Дух Божий живет в каждом из нас с тем, чтобы в этом храме было поклонение и служение Богу. И поэтому, когда мы хотим совершать служение, мы хотим войти в это общение к Богу живому, чтобы войти в то Святое Святых, куда открыто, открыт доступ для каждого. Раньше для для начало, как и священник, как и человек во плоте, Он за себя совершал освящение, Он за себя молился и просил Господи прости меня, чтобы совершить служение за народ, и Он совершал. теперь иной путь, когда эта завица в Святой Святых, она была разорвана, это посредством той жертвы Господа Иисуса, Он вошел со Своей кровью, со Своей жертвой, и не в то земное святилище Он вошел в небесное, для того, чтобы за каждого из нас принести жертву кровь свою. И знаете, почему так говорится очень чудно, и в тот же момент непонятно, и в тот же момент переживаемо, когда Он жертвуя Своею, кровью Своею, сделал совершенным освящаемых, Он сделал тех, которых освящают совершенными, и это совершенство, оно принадлежит в том, что каждый человек, он может молиться Богу живому, и входить в общение с Ним, поклоняться и служить Ему. Можем заглянуть внутрь себя и сказать, Господи, мы же несовершенны, вчера я согрешил, позавчера я был не таков, позавчера вот то и то, и знаете, бывают худые мысли, что-то в борьбе приходит, и какие-то искушения от плоти, я еще не был таких, и назвать меня совершенным, я себя не назову. Бог называет, он не просто называет, он сделал. Знаете, когда он молился отцу и говорил об освящении, и говорил о том слове, которое уже жило в сердцах людей, знаете, они могли сказать, Господи, в чем мы освящены, как мы освящены, проходит буквально несколько минут, может быть, несколько часов проходит, и они способны отречься, способны проявить слабость, трижды способны отречься, закрепив, знаете, при устах двух или трех свидетелей, вернув всякое слово, человек трижды отрекает, закрепляет с каждым разом свое отречение, Господи, все, смерть, все, нету дальше спасения, а Бог говорит иначе, видя немощи, слабости, видя потом искренние раскаяния и слезы, видя именно то желание быть, понимая добро поступать, именно искать силы, чтобы быть добрым, быть именно тем добрым человеком, который является добрым христианином, который является добрым служителем Божьим, который является именно той душой, которая служит Богу, Духе и Истине. И где можно приобрести эту силу? Где можно укрепляться в этом совершенстве, которое Бог через освящение дает человеческому сердцу с тем, чтобы Он был способен открывать уста и давать свободу Духу Святому, поклонение и служение Богу Живому, входить в это святилище и искать это вообщение. Знаете, это порой очень тяжело. Это очень тяжело, потому что нас порой нагибает и гнут какие-то проблемы, какие-то нужды, какие-то переживания, какие-то соблазны. Нас порой нагибают и гнут какие-то воспоминания о самих себе, о чем мы не таковы. Но кровь завета она делает совершенными, освящаемыми, она освящает нас. И это освящение возможно только переживать и получить ту благовременную помощь и силу только в общении с Богом живым. И это присутствие Божие ощутили в день Пятидесятницы те апостолы, которые были там. Там сошли огонь с небес. Он был разделяющим. Он почил по одному на каждом из них. Это не было такое общее. Но в этот момент, когда этот огонь сходил на каждого из них отдельно и каждый из них отдельно что-то переживал чувства, они в этот момент пребывали в единстве. Они способны были отойти от всего того, что ум человеческий не дает, чтобы спокойно и свободно молиться, чтобы войти в присутствие Сына Божия. Чтобы ощутить ту свободу, чтобы ощутить то торжество и то празднество, когда торжествует человеческая душа в общении с Богом живым и наслаждается этой милостью, той любовью и хочет именно от того наполнения открывать уста и славить его от избытка сердца. Мы сегодня хотим быть в присутствии Божьем. Для этого мы сейчас хотим вставать и молиться Богу живому. Аминь. Будем молиться. Божьем. 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 Ты меня направляешься в ноги небесные, защищаешь от зла и с любовью грани, иссякаешь мне душу и нежными песнями, наполняешь ее радость мир мне дари. Иисус, моя малонебесная, Иисус, смысл жизни земной, Твой пример, и слава и окрестные, Дари сердцу небесный покой. А когда на пути спотыкаешь и подальшь, Ты меня поднимаешь и дальше идешь. Доверяюсь тебе и криво, как награду я, Иисус, моя малонебесная, Иисус, смысл жизни земной, Твой пример, и слава и окрестные, Дари сердцу небесный покой. Иисус, моя малонебесная, Иисус, смысл жизни земной, Твой пример, и слава и окрестные, Дари сердцу небесный покой. Благословен Господь, берущий нам такое служение и желание, и направляющий нас, и приготовляющий. Вы знаете, когда мы говорим о Духе Святом, мы не можем порой проникнуть в небесное или рассуждать о чем-то. Когда мы думаем о Духе Святом, когда мы размышляем, когда мы говорим, мы хотим говорить о своих переживаниях, о своих чувствах, которые имеем в Духе пред Богом. Я бы хотел немного читать из Священного Писания, чтобы вместе молиться, потому что, хотя дары различны, и действие Духа Божия многоразлично, но прежде всего для нас Дух Святой – это молитва и соединение с Богом. Вот написано в Деянии апостолов, в Девятой Говоре написано, это история обращения Савва к Богу, когда он шел, чтобы подавлять, как ему казалось, эту ересь. Написано, и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, и он упал на землю, и услышал голос, говорящий ему, Савву, Савву, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. Он в трекоте и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань, иди в город и сказано будет тебе, что тебе надо наделать. Люди, решившись с ним, стояли в оцепенении, слыша голоса, а никого не видя. Савва встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку, и привели в Дамас. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Мы видим, знаете, такую перемену в его жизни. И такой вопрос, который Бог задал, ну, трудно тебе идти против рожна. Трудно идти против, да? Знаете, наверное, Павел, вот этот вопрос, он сочетался с определенными мыслями и пониманиями Павла, Савва на тот момент, да? Как бы, потому что в чем смысл тогда этого вопроса, да? В чем эта трудность, как бы, вот? Но он, наверное, в себе, знаете, мы иногда недоумеваем, когда на что-то не получается. Нам кажется, это доброе дело. И мы прилагаем силы, и что-то делаем, а вот оно не идет, не получается, да? Мы все время, как бы, не успеваем это сделать. Не до конца. И сетуем, да, что почему не получается? Савва угнал. Это было такое движение, да? Было такое согласие, чтобы кто следует этому учению, и как-то нужно оградить, нужно задушить взородыши, нужно с этим бороться, да? Сколько было ереси, в Израиле, сколько было едового поклонства, вся история, сколько они от этого терпели, они не хотели больше этого терпеть, и они желали, и вот он делал, а это распространялось. Он садил, он гнал, он тащил, да, он бросал в темницы, а оно не перекращалось. И вот ему нужно идти уже в Дамас, в другой город, где, по слухам, да, поверно, много христиан, и там вот это распространяется, и они ничего не успевают. И он так об этом, я думаю, размышлял, и Бог ему на сердце сказал, трудно тебе идти против вражнавы. Когда он думал, почему же, почему же это не прекращается? Знаете, много после, когда он пишет в церкви, он сказал, что, пишет, что когда я, когда Бог признал меня. И когда он остановил меня на пути, он употребил такие слова, я не стал советоваться с плотью и кровью. Потому что не с кем тогда больше было бы советоваться. Только с плотью и кровью. Вот был он, его разум, он все, что делает человека индивидуальным каким-то человеком, да, его стремление. И в один мир оказалось, что это пустое, И он часто употреблял такие слова, что уничтожено все, чем бы я мог хвалиться. И все это почитаю за ссор. Он, это плоть и кровь. И он говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. И не пошел куда-то, чтобы что-то искать, да. И знаете, такой, он спросил, что мне делать, а Бог сказал ему, иди в Дамаск, да, и сказано будет, что тебе делать, что мог ожидать такой человек? Что мог ожидать саму на такие слова, сказано будет, что тебе делать, да. что могло бы? Наказание? Что-то претерпеть? Или, может быть, теперь не смеет, да, столько зла и сделок. Если он даже себя говорит как последний изверх, да. И три дня он не ест. И три дня он ничего не делает. Молится. Он взывает к Богу. Он не раз и до этого молился, но это бывают другие молитвы. Совершенно, да. Он никогда не переживал такого. Он взывает к Богу, и три дня Бог ему ничего не отвечает, он не повелевает ему, никакого знамения, ничего нет. Три дня он думает, что же Бог мне приготовил. Что же, чем же я теперь искуплю это? Как же, он не знает, что делать, как жить, да. Потому что все это уничтожено. Все, что раньше он знал, это стало ничем, да. Все, к чему раньше он стремился, это растворилось просто от нескольких слов, да. От явления Иисуса, которого он гнал. Он, наверное, вспоминал, что же говорили эти христиане, да. О чем же они говорят, что же, чему же они учат, да. Как же, что же, как это теперь принять, как с этим жить, и долго ли еще жить осталось. И вот приходят к нему она, которому Бог сказал, пойди туда, там, псал, да. Он теперь молится. И она не знала, как же это, да. многие христиане знали и боялись. Но Бог сказал, я покажу ему. Да, когда он пришел, он сказал, бросал Господь Иисус, явившийся тебе на пути, который он ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас, так бы чешуя отпала от глаз его. И вдруг он прозрел, и встав, крестился, и приняв пищу, укрепился, и был сам, он несколько дней с учениками в Дамаск и тотчас стал проповедовать в синагоге об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слушавшие удивились и говорили, не тот ли этот самый, который гнал в Иерусалиме, призывающих с имя сио, да и сюда и затем пришел, чтобы взять их и ввести к первосвященникам, а стал он все более, и более укреплялся, и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что все есть Христос. И чешуя спала с глаз. И он получил дар Духа Святого, и знаете, после он говорил, я от самого Господа принято. И он не видел его воплоти. И апостолов, он увидел годы спустя, когда совершил свое такое путешествие в Иерусалим с определенными вопросами, да, и нуждами, но много учил и доказывал, что это Христос. И когда он говорил, да, говорил, я от Господа принял. Или говорил, как слава Божьи. И иногда совсем вот так вот, когда он не имел от Бога какого-то повеления, он говорил, что я от себя говорю. Не имею на то повеления от Бога. Вот знаете, когда он встретил Бога, он сказал, я не стал советоваться с плотью крови, потому что тогда только было плоть и кровь. Сегодня уже говорилось, что 50 дней ученики вот так вот от воскресения до крещения Духом Святым находились вот в таком каком-то состоянии, да, они что-то делали, они собирались, молились, да, но знаете, они и представили нам, что у меня такое будет, да. Они не дерзали ничего сказать, никому благовествовало, они, их желание было, чтобы и их как-то, знаете, не нашли, что-то с ними такое не сделали, да. и не помышляли о том, чтобы благовествовать, еще что-то такое делать. И вот вошел Дух Святой, И первое, встает Петр и говорит эту первую проповедь в своей жизни, такую, да, без Христа уже, с таким дерзновением, ну и даже тогда они не знали, что будет, да, разве могли они представить, что это распространство по всему миру? Разве они могли они представить, что будут такие чудеса и зналения, что излишники дополняют число, да, и так будет распространяться, да. Это слово, оно было проповедано во всей земле, они-то и свидетели об этом, да, везде были синагоги, везде приходили евреи, и они собирались, и у них были свои дома, где будем собраться, чтобы молиться и почитать Господа, да, и об этом все знали, как бы, и об этом учении таком знали, да, и о заповедях знали, но это, как бы, касалось только их, и ничего такого не производило, это же некоторые, да, сочувствующие такие были, а тут такое происходит, да, что люди, в первый день тысячами, да, и куда они приходят, несколько учеников, начинают благоставать, и собирается народ, и определенные знамения, и они удивились, да, и они прославляли Бога за это, мне так представляется, что в первые дни они так помышляли, что же дальше будет, так, ну, был у них закон, был Моисей, были заповеди, потом были пророки, судьи, которые что-то укоряли, народ возвращали, еще что-то, вот, пришел Христос, который пришел, чтобы исполнить, да, и научить их, как исполнить, и как почитать Бога, и вот он ушел, хотя и воскрес, но ушел, да, оставил их, он что-то обещал, Бога Святого, да, как это будет, какое-то такое определенное, что это за действие, никто не знал, знаете, для нас Солова Божия говорит такие слова, вот послание к Римлянам мы можем прочитать, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, или как написано, Бог дал нам духу усыпления глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат, даже до сего дня, и дал нам Бог, это уже послание Тимофея, духа небоязни, но силы и любви и целомудрия. И Англия, что мы от Бога, знающие Бога, слушают нас, кто не от Бога, тот не слушает нас, посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Знаете, вот такие слова, не дав духу, только духа рабства, чтобы опять. Или духа усыпления, да, чтобы уснуть. Ну вот побыли, да, они как вот про Яна говорят, малое время погрелись. Хорошо было, да? И вот прошло, опять это жизнь, да? Опять бороться с плоти, опять искать Бога, опять молиться, вот так вот, не всегда ощущая ответ, или даже вот не имея какого-то действия, как бы, опять, да? Опять это рабство. Вот мы побыли в такой благодати и опять рабство греха, когда мы подвержены этому греху, и мы с ним боремся, и боремся всю жизнь, и страдаем от этого. Павел понимая это, и уже зная, и видя все это, он как бы свидетельствует, что Бог дал нам духа, не духа рабства, чтобы опять в этом пребывать, а духа усыпления, духа святого. Что такое дух, да? Это понятие не новое, начало, от творения мы видим дух Божий, от которого все произошло. Есть такое место, которое мы любим читать, о Боге, который дает нам это Иван Георгий, и одиннадцатая глава. Я скажу вам, просите, и дано будет вам ищите, и найдете, и стучите от дворяда. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащий ему от дворяда. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злые, имеете даяние Божьей давать детям вашим, тем более отец небесный, и когда мы вот так вот употребляем это место, чтобы просить, а Христос говорил о святом, так вот, точно, в полноте, и так, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец небесный, даст Духа Святого, просящим у Него. это место для, вы знаете, не о хлебе насущем, не о яйце или рыбе, не о нуждах наших, суетных, или еще о чертах, хотя и это Бог дает, мы знаем, да, Он, начав от этого, говорит, даст вам Духа Святого, просящим Него. Это, что отличало от этого, имеющего Духа Святого, не имеющего? Мы знаем, что Дух Святой пребывал на пророках, на некоторых мужах Божьих, да, и они отличались. Они убеждали весь народ, они учили, они призывали, они влекли их Господу, потому что сами имели общение и имели в себе Духа Святого. Потому что без Духа Святого ты, как Сау, можешь вот так, ну, с плотью кровью посоветоваться. Вот в себе помыслить, вот есть у меня знание, ум мой, как бы, есть плоть и кровь, и все, да. Ну вот, уверовали, вот есть слово, чтобы исполнять, да. Начало-то греховное, да. Во грехах я родился, во грехе жил, делал такие дела, о которых стыдно и говорить, да. Ну вот, принял, да. И вот с этим багажом опять дальше идти, чтобы стенать под этим временем. А те, которые имели Духа Святого, они немножко по-другому жили уже тогда. Я бы хотел прочитать, вот и имей о себе свидетельствует в 20-й главе таких словах. «Ты влёг меня, Господи, до 7-го стиха, и я увлечён, ты сильнее меня, я не превозмог. И я каждый день в посмеянии всякие издеваются, ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне, и в повседневное посмеяние, и подумал я, не буду я больше напоминать о нём, не буду более говорить во имя его, но было в сердце моём, как бы горящий огонь, заключённый в костях моих, и я истонился удерживать его, и не мог, ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг, заявить и говорили они, и мы сделаем донос, все жившие со мною в мире сторожат за мною. Не споткнусь ли я, а может быть, говорят, он попадётся, и мы одолеем его, и отомстим, но со мною Господь, как сильный ротоборец, поэтому горители мы испоткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступили неразумно, посрамление будет вечное, никогда не забудется. Мы видим, знаете, он вот так вот передавал, он говорит, что это как огонь в костях моих, это сильнее меня, это влечёт меня в служение, в повиновение Господу, да, чтобы я открывал уста и возвещал Богу Божию. Это не так, как человек другие, они советуются с плотью кровью, живут под устарением своего ума, замышляют, что-то и делают, да, это нечто большее. с ним Бог, который почти физически воздействует на него. Он не может закрыть уши, чтобы не слышать, они могут, они закрывают уши, они хотим слышать, они слышат. Он не может этого сделать, потому что внутри него этот голос, который зовёт его. Они делают то, что хотят, или они делают того, что не хотят. Он не может, да, потому что имеет познание и призыв Божий. И он говорит, что даже когда я хотел не делать, ты превозмог. Таково действие Духа Святого. Знаете, если без Духа Святого, то сирота, да? Потому что Иисус так и сказал, не оставлю вас сиротами, но грядёт оттешно. А с Духом Святым, да, ты имеешь это попечение и наставление Божие, которое действует в тебе, наполняет благодатью. И Павел пишет уже послание к Алифинам. Потому что он сказал, потому что он сказал вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесёт анагида на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дали различные, но Духа Диля тоже, и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий всё во всех. Но каждому даётся проявление Духа на пользу. Одному Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дару исцеления, тем же Духом, иному чудотворению, иному пророчеству, иному развлечению Духов, иному разные языки, иному истолкованию языков. Всё же, серьёзно, производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как и угодно. А Дух – это начало всего доброго. Дух Божий. И когда он вдохнул, человек стал человеком, душой живущим. И когда мы имеем Духа, Святого, Духа Божия, мы имеем это божественное начало в себе. И Он взывает нас, а воочию, и Он ходит айствий за нас, Он молится, Он напоминает нам слова, Он возбуждает нас, чистый смысл, Он влечёт к чему-то нас, к доброму. Когда мы падаем, Он ходатайствует за нас, при Боге, Он молится, да? Когда все отворачиваются, Он не отворачивается до последнего. Ходатайствует пред Отцом, и таковы Его действия, да? И таковы наши переживания в Нём. Мы привыкаем к этому. Мы, может быть, не всегда, иногда перестаём ощущать это замечательно, видеть, да? Как вот человек, который что-то имеет, он не знает, так и жить не имеет, Но сегодня уже было сказано, что, наверное, всякий, кто крещён Духом Святым, помнит этот день, да? И свои особые переживания в тот день, да? И что-то в внутренности своей, что происходило, да? И мы уже принимаем это как должное, когда Господь влечёт нас и наполняет, да? А это Дух Святой. Когда они были без Духа, Павел говорит, что приняли не Духа рабства, чтобы опять вот так. Это не очередной пророк был, не очередной такой действий, который напомнил, показал что-то, да? Как-то к совести их призвал, и опять они должны вот так своими силами, да, исполнять закон Морисея, что-то ещё. Это было иное действие. И мы видим, по-иному пошло всё, да? Слово Божие распространялось. Они не отрекались, когда их влекли, когда их казнили, когда убивали, когда Степана побивали корнями, он благословлял их. И такого грубит лица, что когда его побивали, они изумлялись. Это было действие Духа Святого, когда он это видел, невидимое, и радовался. Они не знали, они не понимали, что это такое, да? Это было действие Духа Святого. И это уже нельзя было заглушить, и никогда не заглушить до того дня, да? Когда всё это пройдёт. И небо и земля сберёт. И мне хочется молиться, чтобы, знаете, сегодня Дух Святой в нас так действовал, как огонь в гостях наших. Чтобы Он влёк и превозмог нас. Чтобы Он научил нас. Чтобы Он изменял нас. Чтобы мы могли с Ним советоваться. Есть у нас, кто может подать нам совет. есть Тот, Который проникает в глубины Божьи. Который говорит, начало и знает всё. Одно только слово и апостолы нам говорят, не угощай туда. Исполняйтесь Духом Святым. Будьте внимательны к этому. Пусть нас Бог в этом благословит. Пусть Он наполняет нас Духом Святым, чтобы действие было в нас очевидным. чтобы она была во всей жизни нашей, во всей полноте. Чтобы с Ним нам советоваться и к Нему обращаться. Чтобы им нам жить, им называть Господа Господом, им прославлять, им молиться. чтобы стать новой тварью во Христе. Чтобы всё древнее прошло нам и было новое от Христа. Ибо всё им сотворил Господь. Да благословит нас. Омолимся, Братья и Сёдра. Братья и Сёдра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Торзok Дима Тorzok Дима Торzok Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 один стоял и встречал в себе «Будь милостив ко мне, Господи!» И он пошел в дом свой оправданный, потому что сердце его, оно было сокрушенное. Если сегодня мы хотим, чтобы Дух Святой он наполнял наше сердце, Господь говорит, на кого я призвю? На смиренного и сокрушенного сердца. Он пришел для того, чтобы утешать сердца сокрушенные, чтобы благословлять и подкреплять. И когда мы сегодня приходим пред Его лицом и каемся, и понимаем, что, Господи, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Духе Твоем Святом для того, чтобы не воздавать за злом злом, чтобы иметь сердце Своем, Господь говорит, побеждайте зло добром. Но чтобы его победить добром, нужно добро это в сердце иметь. А это только у него, Господь сказал ученику, который сказал, что учитель благое, Господь сказал, что никто не благ, не добр, как только один Бог. У Него все, что сегодня нужно нам для того, чтобы победить всякий грех и беззаконие. И сегодня Дух Святой, Он находится на этом месте. И если сегодня сердце Твое жаждет, чтобы Он приблизился к Тебе, чтобы Он тебе наклонил Тебя силой Своей, и Ты мог зло побеждать добром. Чтобы Ты на ругательство, как сказано в Христе, будучи засловив, Он не засловил взаимно, страдая и угрожал. Это в Духе Христовом, Тот, Который может смирить Себя Самого. И кто Духа Христова не имеет, Тот и не Его, потому что наш Дух человеческий, Он не способен Сам по Себе смирить Себя. Но как-то написано, мы соединяемся с Господом, мы становимся с Ним одно. И сегодня эту возможность дал Господь всякому человеку, написано, на всякую плоть излил, а в последнее время на рабов и на рабынь. Те, которые решили смирить Себя Самого, те, которые решили отдать Самого Себя на служение Господу Господь, Он изливает Духа Своего Святого и Свою благодать, чтобы Ты мог идти по Его следам. Помолимся. Аминь. Руки на куче вы, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И очень много было толков Очень много вопросов задавали о том Что кто же знает, кто такой Иисус Христос? И знаете, я думаю, что каждый выдавал свою теорию Кто же это такой? И вот теперь настало время, когда Иисус спрашивает учеников А вы за кого меня почитаете? Я думаю, что вы многое слышали обо мне с других уст. И знаете, вот когда они услышали всех, они нечто собрали для себя определенный такой образ, да, и вот Иисус им задает вопрос, за кого меня почитают? И мы знаем, я не буду читать это место Священного Писания, где апостолы начали нечто говорить. И вдруг Петр говорит о том, что ты Сын Божий. Он как бы от имени всех апостолов говорили, ты Сын Божий. И он говорит, ты блажил Симон Петр, потому что не плоти кровь тебе это открыли. А Духом Святым Отец Небесный открыл. И вдруг Иисус говорит ему такие слова, и он говорит ему, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что связешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вот они ключи Царства Небесного. Что? Апостол Петр имел эти ключи, отворял это Царство и давал возможность сходить этим людям. Знаете, я хочу сказать о том, что без Пятидесятницы этого бы не совершилось. И в тот момент, когда Иисус говорил о этом блаженстве, когда Он говорил ему о том, что Отец Небесный тебе это открыл, но ты увидишь еще намного лучше, еще намного слава. это День Пятидесятницы, когда посредством сошедствия Духа Святого откроются двери для Царства Божия, для Царства Небесного. Каким же образом они сегодня открываются? Знаете, иногда нам кажется, что перед нами закрыть эти двери, это очень тяжело выходить туда. К сожалению, мы даже порой не представляем, что это такое. Каким же образом отворяются двери? Каким же образом исполняется то слово, сказанное Иисусом Христом до Петра? Что дам ключи. И сегодня действительно Царь Ифимеет эти ключи, но имеет их посредством. Дня Пятидесятницы без сошедствия Духа Святого этого было бы невозможно. Как бы апостолы не хотели, как бы они не хотели не проповедовать, как бы они не говорили о Господе Иисусе Христе, я думаю, что остались бы те мысли, те разговоры людей, которые представляли свой образ, свое мышление по отношению к Господу Иисусу Христу, но ничего бы не сдвинулось. И сегодня в нашей жизни ничего не изменилось без Дня Пятидесятницы. Если мы открываем Деяния Апостолов, вторая глава, где Библия нам говорит, что в день Пятидесятницы сошел Дух Святой, а иначе мы говорим на иных языках. И мы видим, что огромное количество людей, они узнавали те языки, на которых они говорили. Некоторые даже смеялись и говорили, что они напили сладкую вина. И вдруг Петр действительно, представляете, какое произошло изменение в сердце его. Тот Петр, который однажды отрекался от Иисуса Христа и говорил, что я не знаю его. Знаете, имея какую-то, может быть, тропость сердца и страх, теперь в нем этого нет. посредством Духа Святого. Это уже другой человек. Знаете, он как воин. И Священное Писание говорит, впервые исполнились те слова, сказанные для апостола Петра, где он говорит, дам тебе ключи от Царства Божия и Царства Небесного. И обратите внимание, где они апостола во второй главе написаны такие слова. Петр же став с одиннадцатью возвысил голос свой и возгласил им, мужи людейские и всеживущие в Усалиме, все это будет вам известно, что в нем и внимательны слова Моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо ибо третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Господь, и зальет Духа Моего на всякую плоть и будут пророчиться сыны ваши и дочери ваши и юноши ваши будут видеть видения и старцы ваши сновидения и вразумляемые будут. И на рабов мои, и на рабы мои в те дни и зальет Духа Моего и будут пророчиться и покажут чудеса на небе вверху и знамения на земле в лесу кровь и огонь укурения дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь прежде, и славы и будет всякий, кто призовет имя Господь и спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовав вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете всего определенному совету и предвидению Божию преданно вы взяли и предвозили руками беззаконных убили. Но Бог воскресил его, расторгнув кузы смерти, потому что ей невозможно было удержать его, ибо Давид говорит о нем, видел я пред собой Давида всегда, ибо он одесну меня, дабы я не поколебался. И потом они говорят, он обращается к израильтям, к народу, к июдеям, и впоследствии не говорят, а что нам делать? Знаете, в этот момент для них открыта эта дверь для Царства Божия, Царства Небесное, где апостол Петр произносит, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Слава Богу! Дверь открыта для них была, как и в 10-й главе Деяния апостолов, дом в Корниле, когда Священное Писание говорит, апостол Петр пришел и начал говорить им Слово Господне, и когда сошел на них Дух Святой, то те, которые были вместе с апостолом Петром, они удивлялись, как же так, Дух Святой сошел и на них, и для язычников была дверь открыта. Это все часть Пятидесятницы. Вы знаете, я думаю, что в тот момент когда Иисус сказал Петру об этих ключах, которые отворяют Царство Божие, Царство Небесное, они прямым образом сегодня относятся и к нам. Мы видим, что находясь в этом месте, мы имеем разные поколения. И тем, кому дана возможность совершать молитву, иметь ревность, воздавать славу Богу и преклоняться перед Ним, если сегодня мы не употребляем это, если сегодня мы в полной мере не воздаем славу Ему, что мы сегодня можем передать тем, которые стоят за нами, тем, которые еще не научились, тем, которые еще не знают, где выход и где вход, которые еще не способны в Духе Святом воздавать Богу славу и преклоняться перед Ним. Отказываясь от этого, мы отказываемся от пересектиц. Мы отказываемся от отшествия Духа Святого, который должен жить в сердце наших. Знаете, послание к эфесянам апостол Павел произносит такие слова, я хотел бы прочитать их. Итак, Он говорит, не упирайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Он говорит, если вы не будете исполняться Духом Святым, вы будете заниматься чем-то другим, теми делами, которые приводят к распутству. Мы не говорим лишь только о том, чтобы упиваться вином. Но если Дух Святой не производит работу, если сегодня мы не осознаем и не понимаем, что дверь Отцарства Божия открыта, и нам кажется, что они для нас не открыты, что нас не понимают, нас не любят, о нас не заботятся, они давно открыты. Когда Деюдеев открыли эти двери, они свободно могли войти туда и исполняться Духом Святым. Они отвергли. Они отвергли. И мало того, что они готовы были побить апостола Павла, апостола Петра, и за что-то приняли. Они покаялись, и они приняли это. Это сегодня наш день. Это сегодня наш праздник. Это тот день, когда мы внутри сердца своего посредством Духа Святого можем совершать эти молитвы за себя, за родных, за близких, за детей, за своих. Любя Бога, и воздваив славу Ему, знаете, желание сердца моего, я хочу, чтобы сейчас эта группа пела все те, которые действительно нуждаются в милости Божьей. Знаете, мы можем отвергнуть всякий страх. если в сердце наше действительно ее желание Господи что-то изменить, выглотиться из этого порочного круга, все то, что не назидает, все то, что приводит нас к какому-то распутству, я хочу испытать, Господи, я хочу испытать зашествия Духа Святого, который входит в сердце в своем, Господи, что значит, когда апостол Павел говорит, исполняйтесь, он не сказал, что вы как бы исполнитесь, он говорит, знаете, о таком состоянии, которое должно продолжаться постоянно, изо дня в день, он говорит, исполняйтесь, исполняйтесь постоянно, пребывайте в этом состоянии, и только тогда вы почувствуете, что такое милость Божья и любовь Божья, это наш день, еще раз хочу сказать, это действительно день Пятидесятницы, этот Духом Святым он вошел в сердце наше, и мы почувствовали, что, Господи, для нас открыто Царство Божие, Царство Небесное, и мы можем передавать, мы можем передавать детям, всем своим родным и близким, выказывать на эту открытую дверь, Господи, дай нам сил выйти в нее, дай нам сил прочувствовать любовь Твою и милость Твою, мы встанем сейчас сами, когда громко будет петь, но мы можем выходить сюда, мы выходим только где, и мы действительно нуждаемся, чтобы мы могли молиться, чтобы Дух всегда красался сердцем нашего, аминь, и, и, я стоял на пороге пропасти, не было света, я по краю ходил без помощи, не было сердца и покурен и вечной любостей, Субтитры создавал DimaTorzok